всем привет несмотря ни на что работа над новым типом энергосберегающего двигателя продолжается и надо сказать достаточно успешно хочу показать вам демонстрационную установку на этот раз уже вращательного действия она визуально несколько проще выглядит чем предыдущая но тем не менее построить ее в условиях мастерской достаточно сложно а а а Субтитры сделал DimaTorzok Я постараюсь наглядно показать, что новый дезактивный эффект и рабочий цикл на его основе имеют большой потенциал. И как гласит восточная мудрость, все познается в сравнении. Поэтому будем сравнивать. В нашем случае мы используем два абсолютно одинаковых по характеристикам и размерам мини-электродвигателя. При этом один из них является контрольным, а второй используется как вспомогательный для привода дезактивного затвора на экспериментальном двигателе. Для большей наглядности ротор двигателя установлен с внешней стороны статора и затвора. При этом используем наиболее показательный способ нагрузить двигатель, а именно подъем груза на заданную высоту. Для этого у нас предусмотрена небольшая стрела, которой подвешен контрольный груз. Разумеется, есть возможность переключать нагрузку между контрольным двигателем и экспериментальным. Размеры и передаточные числа в системе приводных колес абсолютно одинаковы. В качестве источника тока для наших двигателей используем обычный блок питания с напряжением в 7 вольт. Для начала мы подаем питание на контрольный двигатель. Он приводит в движение ведущее колесо. Теперь прикладываем к контрольному двигателю нашу нагрузку. Как видите, при подводимом к двигателю электрическом токе он не способен сколь-нибудь эффективно справиться с нагрузкой. Даже при установке регулятора на максимум такой движок не поднимает груз. Увы и ах. Теперь спускаем установку ESET. Одним из фундаментальных отличий электродвигателя дезактивного действия есть то, что полезная работа на валу двигателя производится исключительно взаимодействием магнитных полей, создаваемых постоянными магнитами. Я намеренно не предусмотрел никакой механической связи между затвором и ротором двигателя, потому как это исключает возможность утверждать, что подъем груза производится за счет вспомогательного электродвигателя. Двигатель вышел на свои номинальные обороты. Регулятор, как и в первом опыте, устанавливается на то же максимальное положение для чистоты опыта. И прикладываем всю ту же нагрузку, с которой контрольный двигатель, как вы помните, не справился. Разумеется, при нагрузке обороты двигателя проседают, но несмотря на это, эффективности установки достаточно для того, чтобы выполнить заданную работу и поднять контрольный груз. Теперь при тех же параметрах выполняем опыт в обратной последовательности. Результат такой же. Заметьте, что в двигателе нет никаких уловок с передаточными числами, которые могли бы дать выигрыш в силе. Один оборот вспомогательного мини-электродвигателя соответствует одному обороту затвора и одному обороту ротора. Что мы имеем в результате? При одинаковых условиях, одинаковой подводимой мощности и одинаковой прикладываемой нагрузке, двигатель дезактивного взаимодействия работает заметно эффективнее. Заметьте, что я сравнивал характеристики примитивной демонстрационной установки, собранной в условиях мастерской, с серийным достаточно технологичным электродвигателем. Можно утверждать, что принцип дезактивного магнитного взаимодействия полностью работоспособен и применим на практике. Ведь помимо подъема контрольного груза, установка приводит в движение дополнительные механизмы, которые в противном случае должны были бы стать сопротивлением. Но за счет открытого нами эффекта, все происходит с точностью да наоборот. Уже сейчас можно оценить перспективы таких электродвигателей на электротранспорте. Задумайтесь, на одном и том же аккумуляторе электромобиль с таким двигателем сможет проехать дальше. Намного дальше. Вы бы хотели обладать электромобилем, который нужно заряжать вдвое реже, чем ваш мобильный телефон? Классические электродвигатели уже давно достигли предела своих возможностей, и делать их более совершенными, пользуясь старыми принципами, уже просто бессмысленно. Стоит ли говорить, что технология ESSET содержит в себе огромный потенциал для совершенствования? Предоставляя ранее недоступные возможности, в частности для электротранспорта. Как бы там ни было, очевидно, что за таким установками будущее, ведь они способны сделать наш мир комфортнее, лучше и чище. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok